10 тысяч кубов в сутки. Именно такой объём воды очищает эта станция обезжелезивания. Глубинные насосы подают воду с большим количеством примесей. Фильтры станции с разными фракциями максимально убирают железо так, что показатели становятся минимальными. По железу. Но если допустимый, скажем, 0,3, допустимый, то у нас 0,01. Именно с этой станции выходит вода в город. Эта станция запущена в эксплуатацию в 2014 году. Но скоро в Ивантеевке должна появиться ещё одна. Поставить её планируют на водозаборном узле номер один, обеспечивающем водой 80% города. Большие планы у Ивантеевского водоканала и по реконструкции межрайонной канализационной станции, которая обслуживает Ивантеевку и Пушкина. Реконструкция начнётся в этом году и продолжится весь следующий. Замена главных насосов на энергоэффективные это будут грюмфорсы у нас стоять. Переход с больших токов это на 10 тысяч киловатт на 380 вольт. И автоматизация всего процесса для того, чтобы можно было более правильно и более точно понимать, как у нас идёт процесс именно перекачивания с городов сточных вод. В прошлом году Ивантеевский водоканал провёл глобальную работу по нескольким направлениям. Сотрудники предприятия отремонтировали 60 колодцев чистой воды, обновили более 60 метров канализации по студенческому и центральному проездам, а также на улице Хлебозаводской. В городе прочистили около пяти километров сетей, восстановили около 100 канализационных колодцев, отремонтировали шесть насосов. Мы сделали реконструкцию нашей лаборатории, закупили новое оборудование для того, чтобы делать экспресс-анализы нашей воды. Также мы заменили больше 600 метров водяных труб по городу, что улучшило наше качество воды. Кроме того, в 2020 году в Ивантеевке провели экспертизу подземных вод, по результатам которой водоканалу продлили лицензию по пользованию недрами до 2044 года.